Время спрятали у Поли. Мы не могли начать их тратить сразу и договорились, что на завтра я загляну к нему, и мы обдумаем лучший способ вложения денег. У меня были горы идей насчет того, что сделать с ними. А еще меня здорово интересовало, какие планы на них у Поли. О, Господи! Это что еще за херня? Поли! Поли! Господи, бабки. Где же бабки? Черт, все пропало. Просто кошмар какой-то. Поли! Эм, Сэм? Это Том. Поли убит. Я... Я... Господи, я так и знал. Том, ты в заднице. Я хотел предупредить Поли. Сальери узнал о банке и решил, что этого нельзя допускать. Я не успел вовремя. Том, ты должен быстро исчезнуть. Сэм, я... Я не знал, что все так серьезно. Я... Что мне делать? Я не могу бросить Сару и ребенка. Ладно, ладно, Том, я помогу тебе. Мы должны где-то встретиться, но для тебя теперь почти везде опасно. Лучше встретимся в городском музее. Ладно, хорошо. Я буду там очень скоро. Я... Спасибо. Понимаешь, Поли лежит разобранной на запчасти, и я не знаю, куда пойти. Все путем. За мной еще должок. Спасибо, Сэм. Спасибо. Сэм. Привет, Томми. Ты что-то плохо выглядишь. Так и есть, и не без причины. Мои дела совсем плохи. Что случилось? Неважно. Мне сейчас просто нужна хорошая дочка. Посмотрим, что тут можно сделать. Отлично. Что я могу сделать для тебя? Ты должен найти одного парня. На нем висят большие деньги. Там и мне, и не только мне причитается. Где он прячется, ты знаешь? Одна уличная проститутка носит ему еду. И ты сам понимаешь. Только никто не знает, где он сам залег. Ты должен найти ее и узнать, где прячется этот парень. Тогда я найду его и получу свои деньги. А где мне ее найти? Она работает в отеле, который ты так круто разнес в 32-м. Если подождешь ее там, она наверняка приведет тебя на место. А потом? Когда она пойдет домой, вернись сюда и расскажи мне, где она была. Ладно. Ладно. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 А, это снова ты. Уходи. Привет, сынок. Как там поживает Поле? Поле мертв. Что же значит, поживает он нехорошо? Мир его праху. Зная тебя, я надеюсь, что он хоть в гроб отдохнет, а? Так ваша маленькая дельца провалилась. Похоже на то. Ладно, тогда тебе нужно оружие, верно я говорю. Я вижу, ты никогда не забываешь о дельце. Конечно, нет. Это было бы большой ошибкой. Ладно, покажи, что у тебя есть. Спасибо, вот день. Большое спасибо. Надеюсь, что ты найдешь этих ублюдков. Поле это понравилось бы. Делая точка. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Значит, и это твоя работа. Ты уничтожил картин на несколько миллионов долларов. Я вообще-то не собирался, но так уж как-то получилось. Итак, это всё? Я быстро слинял оттуда. Игрушки кончились. Меня и вправду прижали, но я справился. Я взял жену и дочь и немедленно покинул страну. Сэм был прав. Если они решили найти Фрэнка в Европе и отомстить почти через пять лет после его исчезновения, они не дадут мне просто так уйти после того, как я подставил их. И ты повторишь то, что только что рассказал мне перед судом, и будешь давать показания против них? Тебе не кажется, что твоё положение резко ухудшится? То, что ты собираешься сделать не просто подставы, это уже тянет на измену. Эти люди будут в тюрьме или в камере смертников. Они не смогут отомстить мне. По крайней мере, это им будет сложнее, чем на воле. Я буду давать показания против них, если вы обеспечите нам защиту. И после суда новые личности мне, моей жене и моей дочери. Если мы сможем это провернуть, это будет самый крупный процесс, который видела наша страна. Интересное предложение. Я не знаю, насколько этично помогать таким, как ты, но я думаю, результат этого стоит. Мы тебе поможем. Все сработало как надо. До самого процесса. Я сидел в моей камере и давал письменные показания против всех, с кем я работал. Против людей, которые 10 лет были моими друзьями. Это был значительный процесс, который потряс всю страну. Сальери получил пожизненное, а пара громил даже по вышке. Самый легкий приговор был 8 лет. Все это время я провел в секретном месте, в закрытой камере, без посещения. Ни разу не видел Сару и малышку. В конце концов, оно того стоило. Норман устроил нам смену документов и переселил на другой конец штата. Я получил работу водителя в серьезной компании. Мы всю жизнь начали сначала. Эта идиллия была прервана лишь войной, но и ее мы переселили. Субтитры создавал DimaTorzok Мистер Анжело? Да? Мистер Сальери передает вам поклон. Знаете, этот мир не управляется законами, написанными на бумаге. Он управляется людьми. Одними в соответствии с законом, другими нет. От каждого человека зависит, каким будет его мир, каким он его сделает. А еще вам нужна уйма везения, чтобы кто-нибудь другой не превратил вашу жизнь в бар. И все не так просто, как нас учили в начальной школе. Но все же хорошо иметь твердые убеждения и придерживаться их. Браки, преступления, войне, везде и всегда. Я все запорол. Так же, как Полли и Сэм. Мы хотели жить лучше, но в конце концов попали гораздо хуже, чем остальные. Знаете, я думаю, что во всем надо знать меру. Да, меру. Вот хорошее слово. Тот, кто хочет слишком много, рискует потерять абсолютно все. Правда, тот, кто слишком мало хочет от жизни, может вообще ничего не получить. Редактор субтитров А.Семкин